Когда меня избрали в Верховный Совет в 90-м году, а избрали меня от Нижнего Новгорода, я не знал Бориса Николаевича. Я его узнал только когда я уже был избран депутатом. Было это в далеком марте 90-го года. Мы с ним встретились, как избранные депутаты демократических убеждений, молодые в основном депутаты, встретились на Арбате в здании госстроя. Я понимал, что встречались с легендарным человеком и думал, что он нам сейчас прочтет лекцию о свободе, демократии и правах человека. А когда мы поздоровались, то Ельцин вдруг сказал, какие у вас есть идеи, с чего начнем работать в Верховном Совете, какие есть предложения. И практически все два с половиной часа, пока длилась встреча, Ельцин молчал. Записывал за нами, что меня несказанно поразило. Может, сказал в конце несколько слов общего характера, что ему очень понравилась встреча, что были очень важные предложения. Причем они касались не только государственного устройства страны, но они касались и проблем развития предпринимательства, налогов и так далее. Честно говоря, меня удивительная скромность Ельцина тогда просто поразила. Я ожидал, что будет все совсем иначе. Мне Травкин рассказывал Николай Ильич, я с ним не ездил. Они с Ельцином ездили в Швецию и зашли в супермаркет какой-то в 6 утра. И вдруг обнаружили там свежую клубнику, обнаружили там ананасы, обнаружили парное мясо. И Ельцин заплакал. Прямо там. Потом то же самое было, когда Ельцин был в Америке. Он видел, и он стал задавать такой вопрос. А что, в чем отличие между Россией, допустим, и Швецией, Россией и Америкой? Выяснилось, что там конкуренция, свободное ценообразование, частная экономика, малый и средний бизнес и так далее. И он, уже тогда, понимая вот эту разницу и занимаясь поставками продуктов питания в рамках суповых наборов, а это такие были кости, да, полуобглоданные, или выдачей там 300 грамм масла в месяц, или бутылки водки на неделю, да, вот этим всем занимаясь, будучи секретарем обкома и в Свердловске, и в Москве, вот, он вдруг понял, что все равно надо это делать. То есть это он не понимал экономически, но он понимал чисто политически, что это надо делать. Вот это первое. Второе, я, ну, это Гайдар мне говорил, они, после того, как правительство Гайдара появился, появился он в начале ноября 1991 года, они очень много времени с Ельцином проводили, объясняя ему суть реформы и проблемы. Третье, Ельцин видел, что страна на пороге голода и холода находится. Он это видел, у него такая была интуиция очевидная. Я это понял, когда стал губернатором. Ну, я не спал вообще практически, я хоть и молодой был, но тем не менее это было невыносимо. Я был диспетчером, сюда отправить машину с молоком, сюда с мясом, сюда хлеб, вот, мука. Первое мое совещание было о состоянии дел с запасами зерна. Зерна было на два дня. Топливо, уже зима на дворе была, да, ну, конец ноября, начало декабря. Она, кстати, суровая. Топливо было на три дня, я с этого начинал работу. То есть, на самом деле, страна была реально на пороге голода-холода. И они объяснили Ельцину, что если не включить вот эти рыночные механизмы, то, в общем, не минуем просто голод. Не минуем голод. И я думаю, что Ельцин поверил Гайдару. Он, конечно же, считал Гайдара человеком из науки больше философским, взмышляющим, совершенно непрактичным, совершенно непрофессиональным. Считал его, скорее, ученым, но, тем не менее, он понимал, что вот другого выхода нет. Он, конечно, да и Гайдар, кстати, тоже, они последствия этой либерализации не могли оценить. И, собственно, Нижний Новгород, пожалуй, был первым городом, где Ельцин вдруг увидел взрывный рост цен, когда там цены выросли в 50 раз, в 60 раз и так далее. Честно говоря, Ельцин тогда был в шоке. Ну, у меня была очень жестокая битва с Гайдаром же. Конечно, потом мы с ним... Я люблю Гайдара, считаю его великим человеком. Вот. И рано он от нас, конечно, ушел. И он очень много сделал для нашей страны. Но там у нас с ним была битва. Она была по нескольким параметрам. Первое. У нас не было наличных денег. Физически не было. То есть люди... И была такая галлопирующая инфляция. Ну, то есть так росли цены, что надо было все время менять номиналы денег. То есть вот деньги сейчас... Мы знаем, какие у нас номиналы. 100 рублей, 500 рублей, 10 рублей, 50, да? Вот. И более-менее цены хоть растут, но они не быстро. А там они росли в месяц на 20-30%. И физически не хватало денег, чтобы зарплату выдавать. И у меня мужики, у которых зарплата начислена, но не выдана, они стали перекрывать улицы. Требуют, чтобы им просто наличные деньги выглядели. Кредитных карт тогда не было. Понимаете, никаких платежей таких безналичных не было. Вот. В итоге на многих предприятиях стали выдавать в счет будущих наличных денег вот эти вот пайки. Вроде продукты-то есть, но физически ты за них платить не можешь. И тогда я решил напечатать Нижегородский областной заем, который потом стал называться Немцовками. Это не я назвал. И вот этот заем, облигации, они стали средством платежа, то есть местными деньгами. И у Гайдара случилась истерика. Он меня хотел убить. Я ему говорю, Егор, смотри, у меня выбор простой. Либо рабочая... Ну, все-таки Нижний, это промышленный регион. Реально много... Причем военно-промышленные предприятия занимали львиную долю экономики. Там авиационный завод, ядерный центр Таюги, вы знаете, да, где работал и Курчатов, и Сахаров, из Льдовича, Харитон. Атомную бомбу-то в Нижегородской области сделали. Ельцин еще и зачем меня назначать не хотел? Я физик вообще-то, но он не хотел меня назначать, поскольку он боялся, что такой пацан должен управлять регионом, где ядерное оружие производится. Вот. И я говорю, выбор у нас такой. Либо у нас бунт рабочий, либо у нас бунта нет, но вот будут тогда ходить такие местные деньги под названием Немцовки. Егор хотел меня там уголовное дело возбудить и так далее и тому подобное. А, кстати, Немцовки эти я напечатал в Перми на фабрике Гоззнака. Тогда Свобода была, конечно, невероятная. Я приехал, говорю, мне надо облигации напечатать. Напечатать тебе? Они говорят, да, пожалуйста. Я сам лично прямо на эту фабрику приехал. У меня сохранились? Ну, они раритетные. Ну, они есть, конечно. Они у меня есть. А, кстати, по ним там можно было выигрывать всякие призы, холодильники, телевизоры. Это облигации на самом деле. Просто их народ использовал. Они настолько люди, ну, мне более-менее доверяли, что они знали, что эти облигации можно в деньги превратить. Или второе. Поэтому их сами магазины, когда им ничего не предъявляли, они их принимали как средства платежа. Они стали деньгами. Потом они стали там всякими продовольственными деньгами, потом они стали бензиновыми деньгами. Мы их использовали много раз по назначению. По ним, кстати, еще процент шел по этим облигациям. То есть, люди могли как-то свои сбережения сохранить. И у нас был дикий конфликт с Гайдаром, потому что Гайдар боялся, что развалится финансовая система страны из-за того, что Немцовых будет не только в Нижегородской области много, а и во всех других. Это первое. Второе. Я был против либерализации цен на бензин. Я объясню, почему. У нас это сейчас много бензоколонок, тут Лукойл, Роснефть, там Газпромнефть, и есть конкуренция. А тогда все было в руках одной монополии. Ну, у нас в области это был Нижегород нефтепродукт. И монополии говорить, устанавливать любые цены это абсурд. Поэтому мы тогда с Гайдаром ругались, я ему говорил, давай сначала мы эту монополию разрушим, создадим конкурентов, а потом цены отпустим. В итоге тоже ругались сильно. Я, кстати, был прав. По первому пункту я был не прав, а по второму я был прав. В итоге там Гайдар очень сильно на меня наехал, и я был вынужден эти цены там отпустить. Вот они дико выросли, и у меня проблемы возникли с транспортом, с пассажирским, потому что огромные расходы на бензин для автомобильных предприятий привели к тому, что просто автобусы не выходили на линию. Нечем было платить. Ну, смотрите, мы, во-первых, вопреки мифам, которые насаждаются, что все было плохо, 97-й год был первым годом экономического роста. Вот. И, кстати, 97-й год был первым годом, когда реальные доходы людей росли. Если бы не вот эти все скандалы, которые олигархи затеяли, там, дел писателей, скандалы вокруг связи инвеста, потом правительственный кризис, отставки, я думаю, что мы бы даже и дефолт могли преодолеть 98-го года. Ну, надо было просто девальвацию сделать аккуратно. Вот сейчас идет девальвация, никто же не выходит там с вилами на улицу. Ну, поэтому надо было все спокойно делать. Ну, опять, в слагательном ограничении дело такое. Задачи, которые у нас стояли, они были предельно ясными. Задача была отделить бизнес от власти. Задача была укрепить действительно институты частной собственности и укрепить малый и средний бизнес. Задача была собственно развивать инфраструктуру страны, имеется в виду дороги, газопроводы, вот, и, собственно, укреплять институты демократии, как бы это ни звучало банально, но они, кстати, тогда и были. Вот, никто не пытался там зажать рот журналистам, никто не пытался уничтожить местное самоуправление и федерализм. И страна, хоть и по ухабам, но вообще-то двигалась в правильном направлении, вы удивитесь. что, как вы думаете, Продолжение следует...